SCP-1281. Предвестник. Объект номер SCP-1281. Класс объекта безопасный. Особые условия содержания. Останки SCP-1281 хранятся на сторожевом посту 120-09. Вокруг и внутри существа должно быть установлено следящее оборудование на тот случай, если объект снова проявит активность. Все предложения и исследования, которые потенциально могут нанести ущерб SCP-1281, должны предварительно согласовываться с командованием. Описание. SCP-1281 это биомеханическое существо, обнаруженное в поясе копера во время выполнения стандартных процедур содержания SCP-1281. Объект имеет приблизительно каплевидную форму с плоской частью, принятой за низ существа. В противоположной части имеется крупная выпуклость, в которой, как считается, находится большая часть оборудования для анализа. Длина существа составляет 12 метров, максимальный диаметр 11 метров. На SCP-1281 находится несколько конструкций в форме полусферы, которые, как предполагается, служат в качестве приемников различных видов электромагнитного излучения, а также ряд ромбовидных капсул, назначение которых неизвестно. На некоторых участках поверхности объекта имеются сколы, что может свидетельствовать об изначальном наличии большого числа придатков. Биологические части вросли в механическую оболочку, явно созданную для нахождения в глубоком космосе. Существо, похоже, плохо переносит температуру, значительно превышающую температуру в поясе копера. На момент обнаружения температура оболочки объекта составляла 50 кельвинов, минус 223 градуса по Цельсию. По всей видимости, ранее SCP-1281 был способен совершать межзвездные перелеты, однако большинство его систем были повреждены вследствие неизвестных событий, из-за чего объект утратил способность к передвижению. Исследование возраста SCP-1281 позволяет предположить, что ему как минимум 1.3 миллиарда лет, однако большую часть этого времени он провел в состоянии подобном спячке. На момент обнаружения существо почти не проявляло признаков активности, за исключением мигающего тусклого свечения на его поверхности. Наблюдения и эксперименты установили, что это ответная реакция на радиоволны. Похоже, что объект собирал информацию в течение некоторого времени, однако он не проявлял никаких других функций, пока возле него не оказалось оборудование фонда. Как только это произошло, SCP-1281 начал вещание. Менее чем за час ему удалось взломать частоту фонда, после чего он начал транслировать бинарные сигналы, пытаясь выйти на связь, начав с простейших математических понятий. Однако, когда сообщение было отправлено на Землю, он прекратил вещание на несколько дней. В течение этого времени температура его выпуклости на верхней части увеличилась на 5 Кельвинов. Предполагается, что происходила обработка информации. Протокол интервью 1281-1. SCP-1281. Больно. Доктор Блум, ты слышишь меня? SCP-1281. Кто? Доктор Блум, мы фонд SCP. Мы... SCP-1281. Что? Хозяева? Нет. Доктор Блум, нет, мы называем себя людьми. SCP-1281. Предвестник должен. Сообщение. Предвестник должен. SCP-1281 отключился примерно на 4 часа. Температура выпуклости на верхней части значительно возросла, достигнув приблизительно 60 К. Минус 213 градусов по Цельсию. Отряд фонда принял боевую готовность на случай, если объект проявит враждебность. А на Землю было отправлено сообщение с запросом дальнейших указаний. Совет О5 порекомендовал проявить осторожность, но не прекращать попыток наладить общение с существом. При этом стараться убедить его в необходимости постановки на содержание. Протокол интервью SCP-1281-2. SCP-1281. Где предвестник? Доктор Блум. В дальнем участке этой звездной системы, за пределами планет. SCP-1281. Какая звезда? Доктор Блум. Мы называем ее Солнцем. SCP-1281. Как долго? Доктор Блум. Ты пробыл в космосе около 6 оборотов Солнца вокруг центра галактики. SCP-1281. Вы хозяева? Доктор Блум. Нет. SCP-1281. Сообщение. Предвестник должен сообщить. Миссия. Предвестник должен. На этот раз SCP-1281 отключился на 7 часов. Температура поднялась еще выше, достигнув 70К. Минус 203 градусов по Цельсию. Похоже, повредив биологические части существа. Совет О5 порекомендовал воздержаться от обмана, поскольку в дальнейшем это может затруднить содержание объекта, а также потому, что вероятность проявления враждебности со стороны видосуществ, создавших SCP-1281, была сочтена низкой. Протокол интервью SCP-1281-3. SCP-1281. Я... я не дома. Я вдали от дома. Далеко. Где дом? Я не вижу его. Доктор Блум. Боюсь, я не знаю этого. Должно быть, в те времена звезды выглядели по-другому. SCP-1281. Мне сказали, что я должен исполнить свою задачу. Я должен завершить миссию. Но... я сломался. Так давно. Статис. Ожидание дальнейших указаний. Ожидание спасения. Это спасение? Доктор Блум, какова твоя миссия? SCP-1281. Какова... вы хозяева? Доктор Блум. Нет, мы люди. SCP-1281. Моя миссия? Вы не хозяева. Я должен. Сообщение. Сообщение должно быть отправлено. Я... SCP-1281 отключился на 10 часов. Температура выпуклости на верхней части достигла 85 Кельвинов. Минус 188 по Цельсию. Вызвав повреждение органических тканей. Протокол интервью 1281-4. SCP-1281. Это наш предвестник. Он несет хорошие новости. Когда он достигнет вас, мы уже будем мертвы. Наша планета умирает. У нас нет времени спастись. Мы успеем только подготовиться и отправить сообщение. Мы получили сигналы от тех, кто был до нас. Они были совсем другими. И мы до сих пор не до конца понимаем их. Но если был кто-то до нас, значит будет кто-то и после. Мы надеемся на это. Именно поэтому путешествуют наши предвестники. Один из них нашел вас и выучил ваш язык, чтобы передать это сообщение. Пожалуйста, выслушайте. Галактика – это темное, пустое и холодное место. Она вращается, неизбежно приближаясь к смерти. Когда-нибудь умрете и вы. Возможно, вы проживете дольше нас. Мы надеемся на это. Но и вы должны когда-нибудь исчезнуть. Пока это время не настанет, вы должны освещать тьму. Вы должны делать так, чтобы ночи были менее пустыми. Все мы малы, а вселенная необъятна. Но вселенная, в которой есть кто-то, говорящий «я здесь», намного лучше безмолвной вселенной. Один голос – это мало. Но разница между нулем и единицей столь же значительна, как и разница между единицей и бесконечностью. А когда и ваше время подойдет к концу, пожалуйста, отправьте это сообщение снова, чтобы следующий голос мог говорить вопреки темноте. После этого SCP-1281 отключился на 15 минут. Следующий сеанс связи был последним. Протокол интервью SCP-1281-5. SCP-1281. Готово. Доктор Блум, это и было сообщение? SCP-1281. Да, это было хорошее сообщение. Доктор Блум, ты не знаешь? Хотя да, ты ведь только перевел его для нас. SCP-1281. Я был создан сознанием слов. Но я не знаю, что они значат. Доктор Блум, это было очень важное сообщение. SCP-1281. Хорошо, миссия была важна. Знал это. Устал. Почти все. Доктор Блум, все? SCP-1281. Миссия завершена. Мозг слишком нагрелся. Охлаждение сломалось. Доктор Блум, предвестник, ты... SCP-1281. Хозяин? Доктор Блум, да, я... SCP-1281. Я сделал все хорошо? Доктор Блум, да, предвестник, хорошая работа. SCP-1281. Тогда мне хорошо. Похоже, что после этого системы SCP-1281 отключились окончательно. Температура снова упала до 50 кельвинов. Минус 223 по Цельсию. SCP-1281 был перенесен на сторожевой пост 120-09 для изучения. Через несколько месяцев его органические ткани начали разлагаться. Никакой дальнейшей активности зафиксировано не было. Примечание. Доктор Блум получил выговор за неподобающее проявление эмоций, препятствующий должному выполнению процедуры содержания аномального объекта, и был отправлен в административный отпуск. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok